Я расскажу про такой подход к сопоставлению изображений, как выделение общих точек и сопоставление их. Неформально задачу можно определить как нахождение на двух разных изображениях точек, которые относятся к одному и тому же объекту трехмерной сцены, которая на изображении присутствует. Зачем это может понадобиться? Одно из самых очевидных приложений – это сшивка панорам. Так работают Microsoft ISE, так работают PteGuy, так работают практически все современные пакеты, которые сшивкой панорам занимаются. Причем выделение и сопоставление точек необходимо не только для того, чтобы приложить одну картинку к другой правильным образом, но еще и для того, чтобы попытаться выделить панорамы вне упорядоченной коллекции фотографий, когда пользователь сливает с фотоаппарата сотню-тысячу фотоснимков, и программа автоматически пытается выделить фотоснимки, которые имеют перекрытие, выделить связанные компоненты между снимками и каждую такую связанную компоненту сшить как отдельную панораму, при этом не реагируя на снимки, которые ни в какую панораму не входят. Другим приложением является, в принципе, смежная область сшивка аэрофотоснимков. Здесь есть свои нюансы, в частности, если при сшивке панорам, снятых с одной точки, мы предполагаем, что не возникает параллакс, а то при сшивке аэрофотоснимков, снятых с разных ракурсов, с небольшой высоты, может возникнуть параллакс. То есть не удастся так наложить одно изображение на другое, чтобы все совпало попиксельно. Поэтому нужно попытаться, если мы считаем, что в снимках присутствует какая-то плоскость, которая соответствует Земле, выделить эту плоскость. И, помимо этого, нужно еще, сшив большое количество фотографий, достаточно точно привязать их к Земле, используя установленные пользователем точки. Ну и плюс при решении таких задач, как правило, требуется обработка значительно больших объемов данных. Если мы сшиваем панорамы, то это может быть десятки снимков. Если мы снимаем аэрофотосъемку, то это может быть тысячи, десятки тысяч снимков, причем значительно, ну, очень высокого разрешения. Еще одним приложением является распознавание объектов и определение их положения в пространстве. В частности, сейчас есть реализация таких методов, работающих на мобильных устройствах, и при помощи сопоставления, выделения сопоставления точек реализуют такие вещи, как дополненную реальность, или распознавание обложек альбомов, книг, когда пользователь наводит в магазине свой телефон на какую-нибудь обложку, и у него высвечивается на экране какая-нибудь информация об этой книге, или даже поверх обложки возникает на экране телефона какой-то объект, который корректно привязывается к системе координат кадра, и создается впечатление, что он присутствует в сцене, которую снимает телефон. Так, и еще одним приложением является, вот здесь пример, который опять же к прошивку аэрофотоснимков, но вообще это более общая задача, которая формулируется как Structure from Motion, называется Structure from Motion. Это восстановление трехмерной структуры сцены и положение камер по снимкам этой сцены с разных ракурсов. В этом случае тоже находятся точки, соответствующие одним и тем же объектам на разных снимках, и решается большая-большая оптимизационная задача, которая находит непротиворечивое положение камер и особых точек в пространстве. Так работает, например, Microsoft Photosynth, если слышали. Так, да, и еще одним приложением, на первый взгляд неочевидным, является классификация объектов. Здесь используются методы, которые были заимствованы из классификации текста, в частности, модель мешка слов, когда мы рассматриваем текст как неупорядоченное множество слов, и все, что для нас важно, это количество вхождения того или иного слова. Такую же модель пытались применить, в принципе, достаточно успешно для классификации изображений, когда мы пытаемся посчитать количество неких характерных элементов на изображении и по этим элементам определить, что на нем изображено. Это городской пейзаж, это цветы, это какая-нибудь техника. В принципе, конечно, такие методы не дают стопроцентного результата, но похожие алгоритмы используют системы поиска изображений в базах данных, когда нам предъявляют запрос, тут лошадь, и нам нужно найти в большой коллекции из сотен тысяч снимков как можно больше лошадей, при этом постаравшись как можно меньше ошибиться. Так, значит, обычно задачу сопоставления изображений разбивают на такие этапы. Поиск точных особенностей изображения. Здесь разработано много детекторов, какие-то из них пытались построить на базе некоторой не очень сложной математики, какие-то являются чисто эмпирикой. Потом выделенные особые точки описывают, окрестности выделенных точек описывают при помощи дескрипторов. Таких дескрипторов тоже существует достаточно много. Самые известные, наверное, SIFT и SURF есть, и другие достаточно интересные, появившиеся в последнее время. Далее полученные дескрипторы выполняют сопоставления между полученными дескрипторами, например, если нам нужно сшить два изображения, то мы формируем множество дескрипторов одного изображения, множество дескрипторов другого изображения, и стараемся для каждого дескриптора одного найти наиболее похожий на него дескриптор из другого. Так, ну и в конце я покажу несколько видеороликов, или может быть демок, которые показывают некоторые техники, про которые я расскажу в деле. Так, значит, поиск особых точек. От дескриптора особых точек нам требуется два хороших свойства. На самом деле, можно еще сказать, что и три. Значит, дескриптор должен находить одни и те же точки на разных изображениях, находить точки, соответствующие одним и тем же объектам. Но при этом, это повторяемость, при этом он должен быть эффективен в том плане, что если он будет нам возвращать просто все пиксели изображения как особые точки, то смысла в таком дескрипторе нет. Конечно, он будет находить одни и те же пиксели, но нам хочется, чтобы он возвращал как можно меньше точек, но при этом среди них было как можно больше толковых. Ну и еще можно сказать производительность, потому что если мы хотим решать эту задачу в реальном времени, да еще и на мобильном устройстве, нам нужно, чтобы он для каждого пикселя совершал как можно меньше операций. Традиционно детекторы точек строят примерно следующим образом. Получаем на вход изображение и к каждому пикселю применяем некоторую функцию, которая на основании каких-нибудь критериев пытается определить особенность этой точки. Насколько вероятно то, что мы… Эта функция должна отличаться тем, что она будет давать высокие отклики для одних и тех же точек, для точек, которые обладают каким-то одним свойством. В частности, вот здесь, вверху справа, отклик функции Харриса, про которую я потом расскажу, который, как видно, возвращает высокие значения для окрестностей точек, содержащих углы, углы зданий, углы окон. И причем еще интересной особенностью является то, что он возвращает отрицательные значения для областей, которые содержат ребра или текстуру, у которой есть какое-то генеральное направление. Среди значений, которые вернула эта функция, отбираются те, которые содержат пиксели с наибольшим откликом. Их должно быть достаточно немного. Ну, вот типичная картина, опять же, на рисунке. То есть это какие-то маленькие островки пикселей, которые содержат то, что можно назвать углами, или еще есть детекторы, которые реагируют на блобы, на пятна пикселей, которые ярче, чем их окрестности. Это тоже потом расскажу. И дальше, среди пикселей, которые отмечены как кандидаты на то, то, чтобы быть особенными, выбирается локальный максимум функций особенностей. Вот. Ну и ожидаемое количество точек от детектора – это порядка нескольких сотен для изображения размером, состоящего где-нибудь из 600 тысяч пикселей или из миллиона пикселей. То есть их не должно быть много, порядка сотен, максимум, может быть, тысячи. Конечно, зависит от задачи, но если мы хотим склеить произвольные изображения, то их должно быть реально немного. Пожалуйста, что было локальный максимум? Локальный максимум? Порог более-менее понятный, как мы фильтровали, сколько мы фильтровали. Что дальше произошло? Что дальше произошло? Ну, у тебя для каждого пикселя есть значение функций особенностей. Просто берем те пиксели, значение особенностей которых строго больше, чем всех соседних пикселей. Ну, понятно. А изображение, которое внизу, оно установлено как-то? Я сейчас просто понимаю. Нет, нет. Изображение внизу – это то же самое изображение вверху, но только на нем красными пятнами, красными кружочками помечены найденные на нем особые точки. В принципе, можно показать… Там цвет еще было. Цвет делся. Ну, тут можно сказать, что достаточно часто детекторы работают с черно-белыми изображениями, потому что, как правило, яркость содержит достаточной информации для того, чтобы выделить особенности. То есть, не так уж много в мире предметов, которые содержат такие рисунки, которые при переводе в черно-белые изображения теряют границы. Так, значит, ну, вот я говорил про углы. Тут постараюсь пояснить, чем же угол такая хорошая особенность. А про выбор функции особенностей вы уже говорили или еще будете? Еще буду. Значит, если мы хотим находить соответствие точки на каком-то другом изображении, при этом это соответствие должно быть как можно более уникальным, то попробуем посмотреть, насколько эта точка уникальна хотя бы относительно своих соседних точек. Если мы взяли точку, окрестность которой содержит однородную текстуру, ой, не текстуру, а однородный фон, то тогда окрестность такой точки практически не будет отличаться от ее соседей. Если мы взяли точку, которая лежит на ребре, то мы можем достаточно произвольно двигать ее вдоль этого ребра, и окрестность точки, опять же, почти не изменится. Поэтому одни из первых появившихся детекторов старались, да и последующие старались выделять именно углы, поскольку точки, содержащие угол, будут сильно отличаться от... окрестности таких точек будут сильно отличаться от окрестности соседних, хотя бы в плане попиксельной разницы. А еще, а при этом работа, кстати, тоже еще будет или уже будет? А типа оккупливания? Ну, вообще, я думаю, вы имеете в виду детекторы, которые стараются сперва найти на изображении границы, а потом... Нет, про такие вещи я рассказывать не буду. Я расскажу про детектор Харриса, который работает непосредственно с изображением, не пытаясь предварительно выделить на нем границы. Для того, чтобы оценить, насколько окрестность точки отличается от окрестности соседних точек, введем простую метрику отличия. Предположим, мы хотим оценить, насколько точка, содержащаяся в начале координат, в точке с координатами 0,0, отличается от точки с координатами UV. При этом нас интересует только небольшая окрестность этой точки, а не все изображение, взятое со сдвигом. Тогда мы рассматриваем, берем и суммируем квадраты разности пикселей, окрестности точки A от XY и соответствующих, наложенных на нее пикселей окрестности точки с координатами UV. И мы берем взвешенные квадраты по пиксельных разностям. Причем весами. Веса должны быть высокими рядом с началом координат с точкой 0,0 и достаточно быстро убывать при удалении от нее. Часто используют Gaussian, хотя, впрочем, та же библиотека OpenCV, насколько я помню, использует просто прямоугольное окошко, такой квадратик, указанного размером, 3 которого все единички, а за границей которого нули. Эту функцию невязки можно аппроксимировать с точностью до первого члена строки Тейлора. Вернее, каждую из внутренних разностей можно разложить в строку Тейлора и представить всю функцию в виде квадратичной формы, которая будет характеризовать поведение функции в небольшой окрестности точки с координатами 0,0. При этом задаваться эта квадратичная форма будет некоторой матрицей M, которая является взвешенной суммой произведений градиентов яркостей точек в окрестности следуемой точки. Называют эту матрицу по-разному, в частности, встречается название матрица моментов, еще иногда я называю структурным тензором. Матрица эта обладает следующими интересными свойствами. Во-первых, она, как видно из ее... Вопрос? Да, мы считаем эту функцию в какой-то точке, в x, y, в линии или где? Функция E параметром является смещение, которое мы хотим исследовать. То есть мы... Вот точка, которую мы исследуем. Предположим, у нее для простоты, чтобы формулы немножко менее громоздкие были, координаты 0,0. Мы хотим понять, насколько вот эта окрестность этой точки отличается от окрестности точки с координатами u, v. очевидно, что если u, v равняется нулю... Так, я, наверное, очень мелко нарисовал. Или надо покрупнее, да? Сейчас. Что? Черную, может, лучше. Да, сейчас. Так, а стирают что? Ну ладно. Ага. Итак, вот есть точка с координатами 0,0, которую мы исследуем. Есть окрестность этой точки. Понятно, сама по себе точка информации никакой не несет, но... Красно лучше. Что? Вам красно лучше. Лучше? Давайте я обведу ярко-красным. Окей. Вот. Это наша исследуемая окрестность. Мы хотим понять, содержит ли она в себе что-то... Давайте вот изображение я буду рисовать зеленым. Что-то вот такое. Это, например, угол кого-то там здания. Окей. Мы хотим понять, насколько окрестность этой точки будет отличаться от окрестности какой-нибудь соседней точки, смещенной на небольшой вектор UV. Вот окрестность смещенной точки. Соответственно, мы берем вот эту вот окрестность, обведенную пунктиром, и накладываем на исходную окрестность. Считаем для каждого пикселя этих двух окошек разницу. Суммируем взвешенную... Ну, возводим все эти разницы в квадрат и складываем с весами. Причем веса убывают при удалении от 0,0. Понятно. Вот. Теперь мы хотим понять, как будет... То есть, это будет наша функция E от V. Теперь мы хотим аппроксимировать эту функцию в окре для малых UV квадратичной формой. Мы... Так. Могу расписать немножко подробнее. Так. Ну, значит, вот определение функции UV. То есть, это то, что было здесь. Дальше мы... Сумма по x, y. Дальше мы раскладываем в строку Тейлора каждый из членов суммы. Значит, здесь окошко от x, y... Вернее, каждый из членов, стоящих под квадратом. Это будет E от x, y минус... Так. Минус нулевой член строки Тейлора будет x, y. И минус градиент интенсивности в точке x, y, скалярно умноженный на вектор UV. Ну, можем расписать по компоненту. То есть, это производная E по x в точке x, y, умноженная на u и минус... Что? Нет, нет, просто я думаю, действительно ли народ об этом просил? Давай, давай, продолжай. Нет, нет, нет. Ну да, тратить время. В принципе, здесь вычлений достаточно примитивные. То есть, повторите еще раз вопрос. И я... Мне просто не очень было понятно про кошку. А, то есть... Все понятно. Вот из первого рисунка. А, ну тогда надо было прервать меня вовремя. Так. Ладно. Зря, наверное, стер. Так. Значит, какими хорошими свойствами будет обладать матрица, определяющая эту квадратичную форму? У нее будут собственные числа. Причем, да, есть два собственных числа и два собственных вектора. Причем из определения матрицы видно, что она симметричная. Поэтому собственные вектора будут перпендикулярны друг другу. Но мы на них пока не посмотрим. Мы будем смотреть на собственные числа. Во-первых, собственные числа не зависят от поворота окрестности. То есть, если мы возьмем тот же самый рисунок, но только повернуть на сколько угодно градусов относительно начала координат, собственные числа не изменятся. Во-вторых, если оба собственных числа малы, это означает, что при смещении от точки 0,0 в любую сторону разница окрестности будет расти достаточно медленно. А, соответственно, мы находимся в участке с однородным фоном. Если одно из собственных чисел велико, а другое малое, значит, собственный вектор, соответствующий большому собственному числу, направлен перпендикулярно к какому-то мощному градиенту, который в этой окрестности присутствует. А в перпендикулярном направлении градиентов почти нет. Соответственно, мы находимся на ребре. Если же обе лямбды, оба собственных числа велики, значит, функция растет быстро при движении в любом направлении. И это хороший кандидат на то, чтобы быть углом. Ну, что такое малое, что такое много, можно, зависит от размеров окрестностей, которые мы берем, от того, нормировали мы ядро, нормировали ли мы окно или не нормировали. Ну, можно, например, поступить, как делает библиотека OpenCV, которая берет, смотрит максимальный отклик по всем пикселям и в качестве порога выбирает этот максимальный отклик, домноженный на какой-то коэффициент меньше единицы. Так, значит, да, а что же такое отклик? Отклик – это функция от собственных чисел матрицы M, причем то, как выбирать эту функцию, тоже вопрос такой, достаточно эмпирический. В частности, Харрис предложил одну метрику, которая хороша тем, что при ее вычислении не нужно явно вычислять собственные числа, соответственно, не нужно явно извлекать квадратные корни. Это было в 88-м, по-моему, году, и тогда это было достаточно актуально, да и сейчас может быть тоже актуально. В других работах встречаются другие варианты, в частности, OpenCV-шная функция GoodFeturesToTrack реализует эвристику с шитом оси, которая считает, что характеристикой точки, мерой особенности точки является минимальная из собственных чисел матрицы M, что, если глянт на рисунок, в принципе, может соответствовать действительности. А функция Харриса, например, дает сильно отрицательный отклик ближе к краям этого рисунка, что-то близкое к нулю в плоской области, и сильно положительные отклики в правой верхней части. Дальше. Да, почему называют матрицу M структурным тензором? Ну, потому что вообще собственные числа и вектора характеризуют какие-то свойства, характеризуют окрестность точки, и можно получить ту информацию, о которой я только сказал, можно получить, например, направление, генеральное направление текстуры в данной области. И это может быть интересно, даже если мы не ищем точные особенности. Хотя, вот, например, здесь картинка из статьи, которая рассказывает о выделении пространственно-временных особых точек, что авторы использовали для распознавания движений. То есть здесь они обобщили расчет структурного тензора для каждого пикселя на пространственно-временной объем и пытаются выделять в пространственно-временном объеме те участки, для которых уже все три собственных числа матрицы тензора будут большими. И оказывается, что такие участки соответствуют изменениям в движении, скажем, моментам, когда какой-то объект двигался, а потом остановился, или когда какой-то объект не был, а потом появился или внезапно исчез. Их детекторы, работая с пространственно-временным объемом, находят такие особенности. Ну и еще один пример интерпретации структурного тензора. Он позволяет выделить генеральное направление штрихов, генеральное направление текстуры в области, для которой он посчитан, в окрестностях точки, для которой считался. При этом это направление будет параллельно второму собственному вектору тензора. А вот эти первый, второй, это в смысле по возрастанию? По убыванию. Первый, собственно, вектор, соответственно, самому большому, собственно, числу, соответственно, растет в направлении наибольшего градиента. Другой ему перпендикулярен. Вот я для этой картины нарисовал для некоторых пикселей отрезки, которые параллельны второму собственному вектору структурного тензора в данной точке. Видно, что они достаточно хорошо повторяют текстуру мазков. Так, дальше. Значит, но детектор Харриса хорошо справляется с поворотом, более-менее справляется с изменением яркости и контрастности изображения, лишь бы контрастность не изменилась настолько, что градиенты, которые он находил, стали неразличимы, попав в пересвеченные или, наоборот, слишком темные области. Но он не инвариантен к масштабу изображения. Если мы сфотографировали какой-то скругленный уголок крупным планом, то классификатор его весь пометил, как ребра. Если же масштаб меньший, то угол находится как угол. Соответственно, нам нужно как-то выбрать масштаб. В принципе, одним из подходов является поиск особых точек на всех уровнях детализации изображения. Но тогда мы можем найти один и тот же угол много раз, что потом, что неоправдно увеличит количество наших точек и, во-вторых, может вызвать какие-то, ну, некоторые трудности при сопоставлении. Так. Другой локальной особенностью, которую комбинирую, при помощи, так скажем, на которой был впервые опробована процедура выбора масштаба, является то, что в русских статьях я видел, называлась капля. В английском это blob. Это какая-то область пространства, какое-то пятно, которое или темнее своего окружения, или светлее. Традиционным способом нахождения таких областей является свертка изображения с ядром, которое представляет себя лапласиан гаусиана. То есть, причем масштаб, на котором мы исследуем, определяется размером этого гауссового колокольчика, который мы, которым мы отфильтровываем изображение, прежде чем посчитать лапласиан, нормированный лапласиан в каждой точке. Ну, вот примеры откликов, откликов такой функции для одной и той же точки на разных масштабах. Соответственно, видно, что для каких-то масштабов эта функция достаточно мала, для каких-то велика, и для хороших точек у нее будет пик. Причем этот пик будет достаточно хорошо соответствовать размеру этой точки и смещаться с изменением масштаба снимка. Соответственно, мы можем найти один и тот же объект, даже если, например, кадр был сделан с сильно разным фокусным расстоянием. Это отклики этой функции для конкретной точки, для помеченной точки. И кругами помечены, ну, размер круга пропорционален сигмигаусиану, для которой был найден максимум. Максимум по масштабу. Таким образом, особыми точками уже могут являться не максимумы двухмерной функции, не локальные максимумы двухмерной функции, а локальные максимумы функции от положения точки и характерного масштаба. Данный подход используется в достаточно многих детекторах, но для того, чтобы не сворачивать все изображение достаточно большими ядрами, они используют эвристики, аппроксимирующие данное ядро. В частности, детектор SIFT сворачивает изображение последовательно с гауссианом, ну, то есть размывает его, удаляя высокие компоненты, а потом разницы результатов двух последовательных свертков вычитает одну из другой и считает, что это аппроксимирует лапассиан гауссиана. Сурф же пытает, использует интегральное изображение, он, ну, что-то типа берет, ну, Сурф и некоторые другие детекторы, Сурф, по-моему, не всем так работает, но это детекторы, которые просто берут прямоугольник некоторого размера и считают сумму яркости внутри этого прямоугольника и вычитают сумму яркости прямоугольника побольше, считая, что это аппроксимирует данную функцию и, в принципе, это действительно работает на практике, а сумму внутри прямоугольника они быстро считают при помощи интегральных таблиц. Так, ну, некоторые детекторы пытаются выделять даже не точные особенности, а скорее области. Одним из, наверное, самых известных таких детекторов является детектором названием максимально устойчивый экстремальный регион. Интуитивно его идея заключается в следующем. У нас есть черно-белое изображение и мы его бинаризуем с разными порогами. Все пиксели, яркость которых меньше какой-то величины, мы меньше какого-то порога считаем черными, все, что больше какого-то порога считаем белым и пытаемся выбрать такие участки изображения, которые сохраняют свою форму и почти не изменяют свою площадь для достаточно большого интервала таких порогов. Есть эффективные реализации этого алгоритма, работающие почти что за линейное время от количества пикселей и, можно сказать, применимые для интерактивных приложений. Причем этот детектор хорош тем, что он устойчив к афинным преобразованиям. Поэтому если мы снимаем какое-то изображение с достаточно разных ракурсов, какую-то плоскость с достаточно разных ракурсов и на ней есть такие светлые пятна, то мы их найдем. Мало того, мы можем форму найденного региона использовать как дескриптор. Даже не только форму, а вот содержимое. Например, мы можем посчитать гистограмму яркостей пикселей, попавших в регион и сказать, что мы будем пытаться сравнивать такие гистограммы для участков, найденных на разных кадрах, и это будет нашим дескриптором. Вот так мы будем искать соответствие. Ну или можно пытаться как-то описать форму этого региона, поскольку это уже не точка, а это именно множество пикселей связанных. Так, дальше. И еще один интересный детектор, который показывает, что, к сожалению, чистая эмпирика иногда работает так хорошо, что аж обидно становится. В общем, не помню уж кто, но достаточно недавно, это работы где-то, наверное, 2010 или, может быть, 2009 года, хотел искать особые точки на мобильных устройствах и постараться выполнить для каждой точки как можно меньше операций. Ну, рассуждали люди, видимо, как. Если мы ищем углы, то попытаемся найти, пытаемся для каждой точки рассмотреть кольцо пикселей радиуса 3, окружающих эту точку. И выберем некоторый порог и классифицируем в соответствии с этим порогом пиксели, которые лежат на этом кольце. Значит, все пиксели, которые ярче, чем яркость центрального пикселя плюс порог, мы классифицируем как светлые. Все, что темнее яркости центрального пикселя минус порог, мы классифицируем как темные. Все, что в середине, мы классифицируем как серые. Таким образом, да, и потом мы попытаемся найти, попытаемся проверить, есть ли на этом кольце цепочка последовательных пикселей длины больше n, все из которых или темнее, чем центральная точка, или светлее. Ну, то есть, можно понять, что если это угол, то, ну, примерно как здесь, то, наверное, в этом, если стоять в этом углу, то будет виден темный сектор и будет виден какой-то светлый сектор, на фоне которого этот угол находится. Вот. Значит. По идее, таким образом, мы вообще любую границу будем выделять? Ну, не совсем. Все зависит от выбора, от выбора n, да, от выбора n. То есть, окрестность состоит у нас из 16 пикселей. Если наш n равен 8, то тогда да, мы, вот здесь у нас что-то черное, здесь у нас что-то белое. Мы, рассматривая эту точку, найдем 8 последовательных пикселей здесь. Например, вот эта точка попала на черную зону, а здесь мы попали в белую. Однако, если наш n немножко больше, в частности, изначально авторы использовали для данного кольца n, равное 12, но потом, проведя эксперименты, поняли, что лучше работает n, равное 9, то мы эту точку достаточно большой вероятностью отфильтруем и найдем только вот такой вот угол. Причем еще заметим такой момент. Вернемся к этой картинке. В принципе, мы можем не обязательно для каждого пикселя сканировать всю окрестность в поисках непрерывной последовательности. Для начала мы можем проверить, например, точку номер 1 и перпендикулярную ей точку номер 9. Если обе эти точки, да, предположим, мы ищем n у нас равняется 12. Если обе этих точки черные, то мы проверяем перпендикулярные им точки, точку номер 13 и точку номер 5. Если они обе или серые, или белые, значит, у нас уже гарантированно не может быть последовательности из 12 черных или светлых пикселей. Ну и таким образом мы можем построить вот такое вот небольшое дерево принятия решений, которое нам для большинства пикселей изображения за буквально несколько сравнений может сказать, что это гарантированно не угол. И запускать полную процедуру проверки мы будем только для небольшого количества пикселей. Однако авторы пошли еще немножко дальше. Во-первых, они проверили, насколько хорошо воспроизводятся точки, полученные детектором для разных значений n, и у них получилось, что на их коллекции изображений лучше всего работает n, равное 9. Им лень было ручками писать дерево решений, которое будет быстро отсеивать гарантированные не углы, и они пошли, попробовали пойти таким образом. Они взяли всю свою коллекцию изображений, нашли все особые точки, и каждую из них представили в виде тренарного вектора из 16 элементов. Ну, понятно, тренарный, потому что точка может быть или темной, или светлой, или нейтральной серой. И построили большое решающее дерево, которое в каждом своем узле проверяет состояние какого-то элемента этого вектора и имеет в каждом узле три ветки, по которым нужно идти, если точка серая, белая или черная. Написали программу, которая построила им такое дерево и сгенерировала код на, ну, там, на сях. Эта реализация лежит у них на сайте, и там в FAQ написано, один из вопросов, почему код такой уродливый. Ну, потому что он автоматически сгенерированный, и представляет он из себя свыше 4000 строк, вложенных ифов, которые сравнивают, которые сравнивают в каждом ифе, если элемент вектора такой-то, ну, там, белый, идем в такую-то ветку, черный, в такую-то ветку. Потом они прогнали, сымитировали работу этого дерева на всех изображениях своей коллекции и обнаружили, что оно получилось достаточно эффективным для того, чтобы в среднем делать всего лишь, ну, вот, порядка, они назвали цифру 2.26, но я думаю, что там 2-3 сравнения на пиксель это очень неплохой результат. То есть, каждый пиксель, чтобы понять угол это или не угол, они в среднем делают столько операций сравнения. Ну, они, скажем так, они, я думаю, все-таки верифицировали свое... Ну, во-первых, на практике это работает для достаточно произвольных изображений, что может говорить о том, что коллекция, на которой они тренировали свой классификатор, была достаточно репрезентативна. Вот. То есть, это детектор, который можно реализовать на, вот, на очень медленном процессоре, ну, на нормальном компьютере выделение точек на кадре размером порядка 640 на 480 занимает, ну, около миллисекунды, наверное. На мобильном устройстве это можно делать тоже практически в реальном времени. Так. Но, опять же, скажу, что этот детектор не инвариантен к выбору масштаба. И еще одна тонкость его реализации заключается в том, что он может быть немного чувствителен к шуму, поэтому изображение, перед тем, как применять ему этот классификатор, можно или размыть с гауссианом небольшого радиуса, ну, с небольшого размера, или можно, как, по-моему, делает OpenCV, построить для изображения интегральную таблицу и при вычислении яркости пикселя брать не яркость конкретного пикселя, а брать сумму яркостей пикселей, лежащих в небольшом квадратике, которая считается... Ну, это я не рассказывал, но вещь эта очень простая, еще называют ее таблицей сумм. Значит, у нас есть массив A и G, а интегральная таблица, это такая таблица, каждый элемент, который содержит сумму по ИЖ от нуля до ИЖ, это ИТ элемент, ЖТ элемент, сумму А и ЖТ. Соответственно, вот у нас каждый элемент таблицы... Что? А, да, да, в индекса штрихи, правильно. Вот. То есть каждый элемент интегральной таблицы содержит сумму вот такого прямоугольника от начала координат до ИЖ. И 8, как на экране. Что? Где 8, очевидно, в правой линице, как на экране. Да. Ну, не только как на экране, матрица тоже так обычно индексирует. Интегральная таблица хороша тем, что, имея ее, можно от единицы посчитать сумму значений в произвольном прямоугольнике. Для этого мы берем к нашему результату считаем сумму этого прямоугольника, вычитаем из нее сумму вот такого прямоугольника, потом вычитаем сумму вот такого прямоугольника и, заметив, что вот этот прямоугольник мы вычли два раза, прибавляем один раз сумму вот этого прямоугольника. Такой подход очень широко используется, например, как я говорил в детекторе Сюрф, который называется Speed Up Robust Fitches, и его основой спидап заключается в том, что он вместо того, чтобы использовать свертки, пытается аппроксимировать те ядра вот такими прямоугольниками, с которыми он собирается сворачивать. Итак, это детектор. Как вот из реализованной суммы применяются для обработки, для ухранения шума, то есть для борьбы с шумом в этом дотеке? Ну, мы просто берем и для, вместо того, чтобы при классификации какого-то пикселя окрестности брать его значение, мы берем значение небольшое, значит, мы берем среднее значение по небольшой окрестности этого пикселя. Ну, вот я не помню, к сожалению, можно посмотреть код, потом какой размер окрестности использует OpenCV, но там точно используется реализация. Какой пиксель называется? Так называется термозапный? Ну, называют это иногда summed area table. Да, ну, аббревиатура такая, путаница. Ну, в принципе, по-моему, интегральный, интегральный, о, в OpenCV такие штуки называются integral table. Так, дальше. Ага. Значит, предположим, мы научились находить особые точки. Так, здесь можно, в принципе, показать небольшую демку, так, которая, ой, где у меня мышка-то? Тучка есть. Да, тут есть, у меня нет. Так, ну вот, это простенькая демка, которая использует OpenCV на каждом кадре. Так, наверное, не нужно. Сейчас, секундочку. Так. Так. Да. Да, он сравнивался. Ага. Так. Так. Сейчас, секундочку. Ага. Так. Ну вот, то есть здесь мы видим, здесь в реальном времени находятся точки на изображении. Здесь используется OpenCV на реализации теектора Харриса. Вот, ну, в принципе, его можно заменить на любую другую. И, в принципе, результат будет достаточно похож. Ну, и плюс еще при помощи трекера эти точки отслеживаются. Видно, что, например, по трекам этих точек можно достаточно хорошо восстановить движение камеры. Вот. Ну и… Почему не все углы? Что? Почему не все углы? Почему не все углы? Ну, некоторые, видимо, он считает недостаточно контрастными. То есть там выбран порог, и этот порог достаточно мал. Ну, в смысле, наоборот, достаточно велик. Что? Чтобы картинка не была зеленой. Ну да, чтобы картинка не была зеленой. Так. Ладно. Все, можно? Да, вопрос. Вот есть два детектора. Да. Эти, один класс. Пускай, как друг, по-другому. Как их друг? Сравнивать по качеству. Значит, вспомню самое начало. Мы хотим, чтобы детектор находил одни и те же точки. Обычно сравнение детекторов производят примерно таким образом. Берут какую-то коллекцию изображений, для которой для каждого пикселя изображения известно, какому пикселю он соответствует на другом изображении. Такие данные можно получить разными способами. Можно или снимать плоскость, и плоскость на одном изображении при помощи гомографии однозначно отображается в плоскость на другом изображении. Можно, например, есть такой дета-сет, называется фонтан или как-то так, где достаточно сложную трехмерную сцену просканировали лидаром, а потом сфотографировали с разных ракурсов. Лидар – это такое устройство ужасно дорогое, которое сканирует сцену лазерным лучом и умеет достаточно точно мерить расстояние до каждого пикселя. То есть это… нет, они работают очень быстро. Мало того, их используют, например, на вот этих прототипах машин, которые… да, гугломобиль. Вот наверху, по крайней мере, в некоторых видео, которые такие машины демонстрируют, видно такой какой-то цилиндр, который с бешеной скоростью крутится. Вот этот цилиндр – это и есть лидар, который с большой скоростью сканирует сцену лучом. Вот. Таким образом, они имеют облако точек, достаточно хорошо представляющие геометрию сцены, и имеют снимки этой сцены с разных ракурсов. Они могут каждую, практически каждую точку изображения спроецировать на кадр, понять, какой трехмерный… ну, к какому пикселю на каком изображении соответствует какая трехмерная точка. Что-то по лидару. Да, ну, в общем-то, название, оно как раз похоже на лидар, фуно-радар. То есть, если радар – это, как там у нас, радио, что-то там… Да, то здесь лазер что-то… Рейнджин и детекшн. То есть, это радио или именно свет? Да, 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 сканирующий лазерный луч. И при этом, ну, у него достаточно высокая точность, и, ну, например, применяют еще для… Вот, по-моему, коммерческие такие серьезные лазерные сканеры, они как раз подобные технологии используют. Так, значит, я отвечаю на вопрос, как сравнивать детектор. Итак, вот так мы получили ground truth data. Теперь мы запускаем детектор на двух изображениях и ограничиваем количество точек, которые он должен вернуть, например, подбором порога или, ну, разными способами, до, достаточно, до разумного числа. Например, у нас есть там картинки размером 1214-168, и мы ограничиваем количество точек, которые мы хотим найти, числом 1000. Вот, мы берем, детектор вернул какие-то пиксели. Мы знаем, какие трехмерные точки соответствуют конкретно этим найденным пикселям. Поэтому мы можем найти для каждого найденного пикселя на первом изображении, соответствующему, действительно соответствующему пикселю на втором изображении, спроецировав эту трехмерную точку на другой кадр. А потом смотрим в маленькой окрестности, то есть мы, зависит от того, как мы считаем, точка найдена, обычно это какое-нибудь такое небольшое значение, порядка там одного или двух пикселей, может быть, трех пикселей. Мы смотрим, нашел ли этот детектор, будучи примененным ко второму кадру, точку в маленькой окрестности того места, где она действительно должна быть. Итак, тогда мы, во-первых, можем посмотреть R количество точек, которые были действительно найдены на обоих кадрах, а N количество точек, которые мы искали. То есть если N 1000, то R тоже какое-то значение точек, которые действительно воспроизвелись. Это одна из метрик оценки качества, называется репетабилити. Значит, сравнения производились, и для случаев, когда нет действительно таких очень мощных изменений масштаба, потому что с масштабом все-таки не очень хорошо, детектор ведет себя вполне на уровне не хуже Харриса, ну, не хуже других. А выявлены ли какие-то особенности изображений, за счет которых работают лучше одни или другие детекторы? По поводу технических характеристик, методы, которые используют градиенты, например, тот же детектор Харриса, считаются более чувствительными к шуму, чем, например, Фаст. Или чем детекторы Блобов, которые смотрят вот эти вот свертки с лоплостианами. Потом, Харрис лучше находит углы, яркие пятна находят лучшие детекторы Блобов. Например, там была на одном из слайдов картинка такая с подсолнухами. Вот это вот идеальный тест для, ну, идеальная картинка для того, чтобы на ней искать, ну, эти вот Блобы. Что? Да, углов мало, зато вот пятен много. Поэтому, вообще, хорошая идея – это в реальных приложениях комбинировать некоторые детекторы. В частности, есть, например, Эндрю Зисерман, автор книги «Multiple View Geometry and Computer Vision». Есть у него работа, посвященная тому, чтобы, ну, вообще решению такой задачи, как location recognition. Предположим, у нас есть какая-то база фотографий, для которых у нас есть привязка к географическим координатам. И нам дали какой-то новый запрос, какое-то изображение, и мы хотим сказать, в каком месте города это было снято. Вот. Там они используют при… то есть они тоже используют детекторы особенностей, но при этом они, вот, как он говорит, используют фичи, найденные МСЕР, Maximal Stable External Region, потому что они достаточно устойчивы к афинным преобразованиям. И они используют афинно-нормализованный как раз детектор Харрис-Лапассиан, который комбинирует, ну, общая идея в том, что мы пытаемся использовать отклики лапассианов на разных масштабах для выбора масштаба, на котором мы анализируем окрестности, и потом пытаемся сойтись к максимуму отклика функций Харриса. И как-то они пытаются чередовать эти два, ну, для точек, которые будут кандидатами на то, чтобы стать фичами, они чередуют эти два подхода, таким образом выбирают масштаб, а потом еще и пытаются таким образом применить такое афинное преобразование к окрестности этой точки, чтобы собственные вектора матрицы М, собственные вектора структурного тензора были, чтобы даже собственные значения были как можно ближе друг к другу. Таким образом, они пытаются компенсировать искажения, вызванные съемкой с разных ракурсов. И комбинация таких подходов, по их словам, хорошо работает для городских сцен, здесь, где Харрисом они как раз ловят углы зданий, а М сером они хорошо ловят однородные темные или светлые пятна, например, окна домов или какие-то элементы фасада. Так, нужно какую-то картинку. Так, сейчас. Ладно, наверное, можно продолжить. Так, где тут пока слайда? С текущего слайда. Так, значит, будем считать, что точки мы находить научились и вроде бы даже поняли, как мы меряем, насколько хорош тот или иной детектор. Теперь мы хотим научиться описывать эти точки. Описывать таким образом, чтобы, во-первых, описание хорошо характеризовало окрестность данной точки, чтобы можно было найти достаточно однозначно эту точку на другом кадре. При этом нужно учитывать только локальную окрестность, причем не слишком большую, не слишком маленькую. Она должна быть, с одной стороны, информативной, с другой стороны, не должна слишком сильно варьироваться от кадра к кадру. Потому что если мы возьмем какой-то большой участок изображения и будем пытаться его сопоставить, то он может быть поврежден из-за перекрытий, из-за каких-нибудь бликов. Да, потом эти дескрипторы должны быть устойчивы к определенным небольшим вариациям изображения, в частности, к изменению освещенности, к небольшим афинным преобразованиям, к изменению масштаба. Да, должны быть просты в вычислении и иметь метрику, по которой можно отличать похожие дескрипторы от непохожих. Так, ну в качестве одним из простейших дескрипторов можно считать те самые окошки, которые мы анализировали. То есть мы можем взять какую-то точку, взять какую-то точку, взять ее окрестность определенного размера, например, 8х8, каждый из пикселей этой окрестности, все пиксели этой окрестности выписать в виде длинного вектора, ну, длиной, например, если у нас окрестность 8х8, то 64 элемента. И на всякий случай отнормировать, чтобы быть устойчивым к изменению освещенности. Например, вычесть среднее, поделить на стандартное отклонение. Значит, такой дескриптор в простых случаях работает. Но первое, это не совсем то, что нарисовано на слайде, это за один шаг до того, что нарисовано на слайде. Во-первых, он неустойчив к повороту. Если у нас точка была найдена на границе какой-то башни, то, да, для сравнения дескрипторов будем использовать сумму квадратов разностей, ну, по элементу, так, сумму квадратов по элементных разностей. То вот, то если мы построили дескриптор, в качестве дескриптора взяли такую окрестность, а на другом кадре пользователь повернул фотокамеру на 90 градусов и нашел дескриптор, выглядит как-то так, то мы эти два дескриптора никогда не будем считать одинаковыми. Вот, поэтому первым способом, которым можно повысить устойчивость дескриптора к таким, к таким вещам является выбор ориентации. Когда мы каждой точке, которую вернул детектор, пытаемся сопоставить какое-то генеральное, какое-то направление. В качестве такого направления можно взять или генеральный градиент изображения в окрестности этой точки, то есть просто возьмем, отдаунскейлим это изображение достаточно сильно, так что у нас потеряются те детали, которые мы собираемся описывать, но при этом, предположим, у нас есть еще какой-то фон, который плавно изменяется равномерно в окошке этого дескриптора. И мы скажем, что этот фон, это направление этого градиента, это и есть ориентация нашей точки. В частности, вот эти вот картинки взяты из статьи Брауна и Зелиски, где они показывают, как при помощи достаточно простых подходов сшивать панорамы. И я когда-то реализовывал такой дескриптор, он, в принципе, не так уж и плохо работает для простых случаев. Вот. Но у него есть проблема. Такой градиент все-таки может оказаться не очень устойчивым, или, может быть, мы нашли такую точку ярко выраженного градиента, для которой нет. Например, мы нашли какое-то яркое пятно на темном фоне, ну и какой здесь градиент найдет наш детектор ориентации, он найдет что-то очень зависящее от шума. На одном кадре будет смотреть в другую сторону, на другом в другую сторону. Есть, конечно, шанс, что мы эти точки сопоставим за счет того, что они, сама окрестность более-менее инвариантна к повороту, но на это всегда полагаться нельзя. Популярный детектор SIFT использует следующую эвристику для выбора ориентации. Он, вообще, дескриптор SIFT работает с градиентами, причем с гистограммами градиентов. Для поиска особых точек он использует некоторую модификацию Лапассиана-Гауссиана, а потом анализирует окрестности найденных точек и строит гистограмму направлений градиентов. Строит гистограмму и смотрит, есть ли на этой гистограмме ярко выраженные пики. Если такой пик есть, а именно если на гистограмме градиентов окрестности точек есть пик, который на 20% больше, чем все остальные столбцы, то он устанавливает ориентацию этой точки равной направлению соответствующего бина. На самом деле он интерполирует, он пытается найти, считая, что это гистограмма, это приближение какого-то непрерывного распределения, и пытается найти максимум этой интерполированной функции, которая может лечь между столбцами. Если он находит два, по-моему, не больше двух таких пиков, то он создает в этом же месте вторую точку, но с другой ориентацией, в надежде, что какая-то уж из двух точек, ну или одна, или другая, будет найдена на другом изображении и корректно сопоставлена. Значит, да, и сразу скажу, что детектор сифта возвращает для каждой точки еще и ее масштаб, поэтому мы работаем с даунсэмпленной, с уменьшенной окрестностью, причем регион, который мы обрабатываем, он пропорционален размеру окрестности, которую вернул детектор сифта. Потом, значит, после того, как мы повернули окрестность, так, чтобы генеральное направление смотрело вверх, мы бьем эту окрестность сеточкой, ну, обычный дескриптор сифт строит сеточку 4х4, и для каждой ячейки этой сетки строим гистограмму из 8 бинов, гистограмму градиентов из 8 бинов. Нормализуем, да, конкатинируем все эти гистограммы, получаем для каждой ячейки 8 значений, ячейк у нас 16, итого 128 флотов. Нормализуем, то есть, ну, не помню, там, по-моему, была какая-то не совсем тривиальная процедура нормализации, но в простом случае, опять же, вычитаем среднее, делим на сумму столбцов и квантуем компоненты. Таким образом, получаем дескриптор сифт, который считается одним из самых качественных и надежных, но при этом достаточно долг вычислений. Есть вариации этого дескриптора, тот же сурф, который, опять же, полагается на своей интегральной таблице, есть что-то еще, много всего есть, но я расскажу тоже про один недавний прорыв в области как раз простых алгоритмов, которые неожиданно работают. Дескриптор называется Бриф, его придумали, по-моему, году так, в 2010 или тоже в 2009, но пришли к нему постепенно, не буду рассказывать историю, как к нему пришли, но дескриптор устроен очень просто. На этапе, когда мы его реализуем, пишем алгоритм, мы генерируем таблицу смещений, состоящую из пар точек, x и t, x штрих и t. И когда мы хотим построить дескриптор окрестностей какой-то точки, то мы берем и строим битовый вектор, обычно состоящий от 128, вот я написал неправильно, написал 256, на самом деле обычно используется 512 бит, причем ит и бит равен нулю, если точка, взятая со смещением относительно исследуемой точки x, яркость точки, взятой со смещением x, больше, чем яркость точки, взятой со смещением x штрих, а в противном случае соответствующий бит равен единице. Значит, понятно, что вычисляются такие вещи очень просто. Достаточно в окрестностях каждого пикселя произвести n сравнений. Причем здесь опять же есть эвристики, что чтобы снизить уровень шума мы или сворачиваем изображение с гауссианом, или используем также как в текторе фаст интегральные таблицы. И несмотря на простоту, этот дескриптор, в случаях, когда нам не требуется инвариантность к повороту и инвариантность к выбору масштаба, есть расширение дескриптора, который пытается, расширение детектора фаст, который еще пытается сопоставить ему направление. Но в случае, если нам направление не нужно, то этот дескриптор работает вполне на уровне с сложными, серьезными дескрипторами типа сифта и сурфа. Повторюсь, если не требуется инвариантность к масштабу и повороту. Бывает такое, что нам не нужна инвариантность к повороту? Да, бывает. Например, если мы занимаемся стабилизацией изображения, и мы считаем, что у нас какая-то сцена снимается дрожащей камерой, но при этом смещение между двумя кадрами достаточно близко к трансляции. Тогда мы можем запустить дескриптор на одном кадре, на другом кадре и находить соответствие. Причем для каждой точки анализировать только те точки с другого кадра, которые лежат на достаточно небольшом расстоянии от нее. Еще один вариант – это если мы, например, откуда-то имеем эту информацию о повороте камеры. Например, у нас робот, который решает задачу навигации, сопоставляя точки между разными кадрами, но при этом у него есть еще какие-то данные от инерциальной навигационной системы, и он чувствует… ну, у него есть гироскопы, и он понимает, когда он поворачивается. Вот. Ну, или есть расширение детектора FAST, который использует какие-то эвристики для того, чтобы сопоставить… для того, чтобы назначить какую-то ориентацию найденным FAST-ом точкам. Таким образом, ну, в OpenCV такая штука реализована, они называют это детектором ORB, но я особо… у них… я не нашел ни одной публикации, где бы они подробно обосновывали, ну, подробно описывали свою реализацию. Вот. То есть они просто написали что-то, какую-то такую эвристику, потому что им нужно было что-то работающее для роботов в виллу-гараджа. Так, да, еще забыл про дескриптор SIFT. Дескриптор SIFT обычно… для дескрипторов SIFT обычно используют такую же метрику, как и та, которую я говорил про image patches. То есть мы используем просто евклидовое расстояние в многомерном пространстве. Для дескриптора brief, поскольку это битовый дескриптор, используется расстояние хеминга. То есть расстояние между дескрипторами – это количество отличающихся бит между ними. Так. На данном этапе мы научились находить ключевые точки, и мы научились создавать дескрипторы для них. Теперь нужно сопоставить точки, сопоставить дескрипторы, сгенерированные для разных кадров. Ну, простейший способ, которым можно это сделать, это для каждого дескриптора с первого кадра найти дескриптор со второго, расстояние до которого будет минимальным. Это вполне себе подход, но есть способ лучше. Можно в качестве меры качества совпадения использовать не расстояние до ближайшего дескриптора, а отношение расстояний до ближайшего и второго ближайшего дескриптора. И эксперименты, ну и некоторая интуиция показывает, что такая метрика качества совпадений лучше разделяет множество ложных и корректных совпадений. Ну, интуитивно можно сказать что-то такое. Предположим, у нас на одном изображении есть какой-то объект, который был найден как фича. На другом изображении у нас есть, например, вот этот вот объект, который соответствует, и какой-то очень на него похожий. И если мы используем, ищем ближайшее, в качестве соответствия выбираем ближайший дескриптор, то мы можем случайно попасть не в нужный нам объект, а в похожий. А если мы смотрим отношение расстояния до первого и до второго ближайшего соседа, то мы увидим, что у нас есть достаточно большая неоднозначность, с каким дескриптором сопоставить данные, и мы отбросим это потенциальное совпадение как потенциально ведущее к неразберихе. Выбираем только то, что действительно очень близко. То есть выбираем только те точки, которые уникальны. Да, и еще одна тонкость. Это индексы, которые используются для сопоставления дескрипторов. Если у нас на одном изображении найдено n точек, на другом изображении найдено n точек, то тоже n точек, то тогда для того, чтобы сопоставить все пары, нам требуется от n квадрат сравнение дескрипторов. Это можно улучшить, используя структуры для поиска ближайших соседей в многомерных пространствах. Тема пространственных индексов в многомерных пространствах достаточно развивающаяся, и для нее нет решения, которое гарантированно хорошо работает. Если в пространствах маленькой размерности можно построить октарное дерево, или КД дерево, или еще какую-нибудь иерархию, которая нам позволит быстро искать ближайших соседей, то в пространствах высокой размерности такие иерархии становятся неэффективными, и время их работы начинает становиться квадратичным. Ну, то есть, чтобы сопоставить тен дескрипторов, все равно требуется квадрат операций. Для сифта это плохо? Да. Нет нормальных решений? Ну, и для сифта, и для брифа, для всего это плохо. Но нормальные решения есть. Это вероятностные структуры данных. Что у нас тут является размером тех пространств, которые вы должны устроить? Размер на дескриптора. 64 для сифта, 128 для сифта, 64, по-моему, для сурфа, для брифа, ну, для брифа у нас пространство Хеминга, но там его размерность получается вообще 512. Но были придуманы алгоритмы, которые позволяют искать ближайших соседей, но не гарантированно, а с некоторой вероятностью. Подробно про их работу рассказывать не буду, но основные подходы здесь это или КД деревья, но множественные, и используются некоторые юристики для того, чтобы строиться много случайных КД деревьев, и к каждому дереву производится запрос, и неким анализом показывается, что с определенной вероятностью такой алгоритм будет находить ближайших соседей корректно. И другой подход – это пространственные хэши. Подход особенно актуален для дескрипторов, использующих метрику Хеминга. Есть хорошая библиотека FLAN, которая в частности интегрирована в OpenCV и даже расширена как раз LDA хэшем. Там эти структуры данных есть, есть их реализация. Так, и времени осталось немного, чуть-чуть расскажу про то, как выполняется регистрация изображений. Ну, в частности, при склейке панорам, снятых с одной точки, или при склейке аэрофотоснимков, мы предполагаем, что нам нужно найти такое преобразование между двумя кадрами, которое для каждую точку одного кадра, который лежит в области перекрытия кадров, однозначно отображает в точку другого кадра. При этом… Так, ну, в частности, для того, чтобы построить такую трансформацию, если мы считаем, что между кадрами присутствует простое смещение и нет изменения масштаба, нам достаточно одного соответствия. В случае, когда между кадрами есть изменение масштаба, нам нужно два корректных соответствия. В случае, если у нас между кадрами произвольная гомография, нам требуется четыре соответствия. И при этом, если мы будем пытаться построить модель, используя… Так, давайте так. Нам нужно построить какую-то модель преобразования из изображения 1, изображения 2. Ну, пусть будет там… F, P… Давай… F, X, P… Так, X'… Где P – это вектор параметров модели, а X… Вектор X – это координаты какой-то точки на первом изображении, X' – координаты, соответствующие ей, точке на втором изображении. Если мы будем использовать для поиска модели какой-то метод оптимизации, который будет минимизировать… Так, сейчас… Да, у нас есть соответствие между двумя картинками, которые представляют свой пара точек, штрих – координаты точки на одном изображении, X – координаты точки на другом изображении. Мы пытаемся найти такое преобразование, которое минимизирует невязку между проекциями… Так, которая минимизирует невязку между проекциями найденных точек с одного кадра в другой кадр. То есть мы минимизируем ошибку, которая является суммой норм X' минус… Так, X' Ит штрих сумма ПАИ минус F X' Ит П. Если мы будем просто пытаться минимизировать такую функцию, подбирая нужные параметры преобразования П, то мы станем жертвой ложных совпадений, из-за которых мы можем построить абсолютно неверную модель. Поэтому применяют методы так называемой робастной оптимизации. Кто-нибудь знает, что такое РАНСАК? Да. Да. Что? Есть когда тоже. Да. Ну, общая идея в том, что мы пытаемся выбрать, пытаемся строить гипотезы о модели, проецирующей одно из изображение на другое гомографии, по минимальному количеству соответствий. В частности, предположим, у нас моделью преобразования из пространственного кадра в другой является гомография. для того, чтобы построить гомографию, нам нужно как минимум четыре соответствия между двумя кадрами. Поэтому мы берем какие-то четыре случайных, найденных и сопоставленных точки одного кадра, рассматриваем соответствующие им точки другого кадра и строим гомографию. И смотрим, сколько у нас других соответствий ей удовлетворяют. То есть, например, если какая-то точка лежала между этими четырьмя и она попала в правильное место другого кадра, то мы считаем, что это инлайер для данной гипотезы. Если же точка была, точка совершенно не укладывается в эту гипотезу, то это аутлайер. И мы производим некоторое количество итераций, M-итераций, и среди построенных гипотез выбираем ту, которая даст наибольшее количество инлайеров, считая, что это наиболее вероятная правильная модель. Тогда можно оценить, с какой вероятностью алгоритм найдет правильное решение. Предположим, у нас вероятность того, что мы нашли на какой-то итерации, что какое-то соответствие является правильным, это P. P обычно должно быть достаточно хорошим, хотя бы порядка половины точек, половины сопоставлений должны быть корректными. Тогда вероятность того, что параметры алгоритма это M количество итераций и N минимальное количество соответствия необходимо для того, чтобы построить модель. Если у нас вероятность корректности соответствия P, тогда вероятность того, что модель будет подобрана правильно на каждой итерации это P P P для гомографии N равняется 4. Вероятность того, что мы на какой-то конкретной итерации облажались и выбрали неправильную модель это 1 минус P в степени N вероятность того, что мы на M итерациях облажались это 1 минус P в степени N в степени M количество итераций и вероятность того, что мы хотя бы на одной итерации нашли правильную модель это соответственно 1 минус вероятность того, что мы на всех итерациях облажались. Если подставить конкретные числа в эту формулу, то окажется, что для того, чтобы например с вероятностью можно посчитать порядки чисел такие, что например для того, чтобы построить правильную гомографию с вероятностью 99,9% при вероятности инлайеров в исходных соответствиях например 0.8 нам требуется ну может быть несколько десятков или не больше сотни итераций ранзака что достаточно неплохо может даже меньше наверное порядка 50 можно отставить корректную формулу и посчитать P это значит мы нашли дескрипторы и посчитали и сопоставили их P это вероятность того, что найденное в пространстве дескрипторов сопоставление корректно что это действительно сопоставлены точки принадлежащие одному и тому же объекту то есть мы взяли точку и поставили соответствие какую-то другую да и P это вероятность просто на пропорционале количеству точек нет у нас для точек у нас есть дескрипторы мы не случайно выбираем соответствие у нас был этап сопоставления на котором мы выбирали для каждого дескриптора одного кадра дескриптор с другого кадра который как можно сильнее на него похож вот да оно зависит от качества дескриптора и зависит от от того насколько большие искажения насколько между кадрами насколько велик был уровень шума гомография это преобразование плоскости не сохраняющей ничего кроме прямых линий обычно его записывают ну можно его интерпретировать как проекцию центральную проекцию одной плоскости на другую его можно записать в однородных координатах в виде матричного произведения то есть соответственно правда есть произведение что у нас сегодня на прошлом паре это рассказывалось про футболный график да я потому и спросил что такое однородные координаты очень активно используются в API трехмерной графике в частности в OpenGL DirectX и поэтому все люди с ними знакомы они должны знать что такое ну что такое однородные координаты единственное там однородные координаты обычно используются для представления трехмерных точек чтобы преобразование ну чтобы и трансляцию изменение масштаба и проекцию можно было представить простым матричным умножением здесь же мы работаем с двухмерными векторами которые расширены до трех элементов ну так даже не знаю может быть уже не имеет смысла пытаться про это рассказать я могу показать несколько небольших видеороликов и демонстраций которые показывают применение описанных техник в частности одна из демонстраций это ну даже не демонстрации а изображение это как раз пример склейки аэрофотоснимков причем здесь выполнялась регистрация двух аэрофотоснимков сперва достаточно грубая чтобы оценить какой ну какой район одного изображения примерно соответствует другому району другого изображения потом для уже локальных да такая такая регистрация выполнялась на достаточно грубом уровне детализации потом уже на максимальном ну я вот взял для примера две два каких-то района отмеченных вот здесь квадратиками и находил между ними соответствие на максимальном уровне детализации потом по найденным соответствиям ректифицировал эти изображения то есть трансформировал таким образом чтобы смещение связанное с параллаксом всегда находить всегда были направлены вдоль линии горизонтальной развертки и запустил на этих изображениях один из стандартных опенсивишных алгоритмов поиск алгоритмов плотного стереосопоставления и получил карту высот как на кадрах справа это карта высот по ней построил облакоточек и если его визуализировать выглядит оно примерно вот так сейчас секундочку так вот сюда еще текстура наложил ну я у меня были участки 800 на 800 я для каждого пикселя оценил его трехмерное положение и раскрасил в соответствующий цвет значит результат выглядит как-то так причем сейчас я покажу значительно более интересные ролики которые демонстрируют примерно те же подходы но на значительно более высоком масштабе но это здесь интересно то насколько легко был достигнут данный результат то есть это порядка ну да фасады домов не видим потому что здесь только те точки для которых были найдены корректные сопоставления на обоих кадрах на одном кадре фасад виден на другом кадре из-за параллакса фасад не виден но интересно что вся реализация алгоритма заняла порядка 150 или 200 строчек питона и сделаны за пару вечеров ну видимо что ну как интерактивно то есть запускаю программу где-то секунду ну может секунды 2-3 она ищет грубое сопоставление потом я кликаю по нужному региону она еще думает секунд несколько создает 20 мегабайтный файл с облаком точек его я загружаю в мишлаб он еще секунды 3 загружается а потом я выкручу а сами снимки хорошего разрешение снимков было порядка по-моему 7500 на 5500 и сняты они камерой что-то хэссель баллад что-то там но это снимки в частности это Сестровецк а можно немножко подробнее проявить на татар когда вы сказали клику на нужный регион тут я говорил что подействует человеческий интеллект можно подробнее про эту татар ну сейчас объясню в чем дело на самом деле этот эксперимент который я проводил эти снимки я когда-то сшивал на ну мне нужно было просто получить что-то типа ортофотоплана я снимал там сотни порядка тысячи снимков привязывал их к рельефу вот а тут я попытался но мне не нужно было восстанавливать трехмерную модель а потом эти наработки все потерялись но вот у меня оставилось немного снимков я решил попробовать вытащить из них информацию о трехмерной структуре при этом я помнил что камера на самом деле несмотря на то что она ужасно крутая дорогая все равно дает некоторую бочку да поэтому там радиальные искажения которые тогда удалось компенсировать но сейчас мне не хотелось этим заниматься вот и во-вторых мне хотелось обрабатывать искать соответственно максимальном уровне детализации и не очень хотелось ждать пока обработка пока я смогу ректифицировать все изображения с максимальным масштабом целиком всю область перекрытия и во-вторых я знал что я этого простой гомографии сделать не смогу из-за того что у меня есть бочка вот эти вот искажения которые дает оптика вот поэтому я предположил что для маленькой области изображения искажения вот эти оптические искажения будут пренебрежимо малы и попробовал реализовать алгоритм для таких вот маленьких участков изображения то есть все что я делаю это кликал мышкой по области а то есть грубо говоря когда программа нашла перекрывающиеся регионы да да про реалтайм ну я могу показать одну небольшую гемку которая может быть моя реализация не совсем реалтайм но можно первых она такая достаточно экспериментальная во-вторых это питон с open cv так ну будем считать что это у нас достаточно планарный объект и будем надеяться что света будет достаточно для этой камеры да что да нет нет я думаю все будет нормально единственное мне не нравится что он не плоский поэтому так вот это демка так блин где моя мышка а вот она так ну сейчас давайте сперва попытаюсь так 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 я пытаюсь пытаюсь поймать в камеру объект который собираюсь отслеживать да было бы здорово кстати кто-нибудь подержите камеру над купюрой так чтобы она была по центру кадра да нет на самом деле вот можно чуть-чуть поближе даже ну все вот так вот чтобы она целиком была в кадре я ее выделю так я ее выделю и перетащу окошко так чтобы было видно что происходит сопоставление с шаблоном теперь камеру можно в небольших пределах двигать видно что качество качество сопоставления не очень хорошие при движении потому что из-за моушн блура находится мало точек но в целом в качестве наверное детектора объектов это использовать да да белая рамочка это проекция зеленой рамочки с кадра шаблона в новую плоскость но зеленым зеленые линии это как раз инлаеры найденной гомографии скачет ну скачет из-за того что недостаточных ну тут вообще несколько причин во-первых может скакать из-за того что купюра не идеально ровная и во-вторых из-за того что ну в данном случае реализация все-таки была ну не идеальной вот но если дальше ну я она потеряется потому что я ограничивал минимальный масштаб то есть я использовал неинвариантный к масштабу детектор вот но я просто сгенерировал несколько лодов изображения и нашел фичи на нем просто для с какого-то момента я не генерировал дескрипторы для данного разрешения что видно что качество сопоставления уменьшается но поскольку вот это как раз один из плюсов методов фичи бейст методов том что конечно они более подвержены к шумам но зато терпят частичный окклюжен то есть нужно чтобы в открытой части было найдено достаточно точек для того чтобы построить гомографию если все закрыть он конечно все потеряет но так вот он что-то более-менее находится здесь используется как раз в качестве фичи детектора здесь используется open switch орб который как раз фаст с какой-то эвристикой для назначения ориентаций вот а в качестве дескриптора здесь brief вот так еще можно могу сказать что вот это дрожание с ним можно например справиться каким образом можно найти начальное приближение регистрации при помощи фичи бейст метода а потом используя уже попиксельные разницы минимизировать их используя какой-нибудь какой-нибудь достаточно хороший метод оптимизации в частности то что что да левмар вот в частности то что как раз реализовано в им инжиниру моча про и в частности то что да еще одним плюсом не фичи бейст а лаймента является то что он более устойчив к моушен блуру фичи теряются а вот в целом изображение сопоставить используя просто попиксельные разницы все-таки можно но большим недостатком фичи бейст методов сопоставления является то что очень много локальных минимумов у функции невязки и если мы достаточно далеко от правильного решения вообще далеко у нас нет начального приближения хорошего то мы можем сойтись совершенно не туда куда надо так значит еще я могу показать небольшую демку которая показывает работу детектором сер в реальном времени здесь будут здесь будут показаны области которые он находит но я буду брать буду рисовать эти как их выпуклой оболочки найденных областей но видно что например вот какие-то так чтобы ну вот например буковки на клавишах он находит достаточно устойчиво да даже некоторые клавиши но вот клавиши не очень устойчивые а буковка это такая не все но многие я думаю если пытаться использовать ну искать соответствие между двумя положениями кадрами то этих буковок будет вполне достаточно для того чтобы его найти вот те которые в экране ну да вот видно что он находит такие яркие области которые будут достаточно устойчивы при афинных преобразованиях будучи сняты с разных ракурсов да 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 ну вот для локейшн рекогнишн этот подход себя вроде как неплохо зарекомендовал в комбинации с другими так и еще это это детектор под названием серо максимальный стейбл экстернал риджин который ну интуитивно его можно описать как бинаризацию изображения то есть конвертируем изображение в грейскейл бинаризируем с разными порогами и смотрим те участки которые как можно более стабильны на как можно более широком диапазоне порогов ну параметры детектора видимо не идеальные ну совершенно другая картина может быть например даже вот в таком случае у нас есть две одна область черная другая черная область ну например одна маленькая другая большая и например у нас есть какой-то черный провод который на фоне этих пятен причем на одном из кадров он эти две области возьмет и соединит пройдет поверх них тогда вот вся эта область маленькая пятнышко плюс большое будет интерпретирована как один объект вот ну такие недостатки у него есть он не идеален но я на самом деле не пробовал им пользоваться на практике я просто вот ну попробовал написал как раз эту девку и она увидела что он во-первых работает достаточно быстро практически наверное его можно раскачегарить для реалтайма ну и во-вторых скажем так плохие вот эти вот области которые дрожат на потолке это не так уж страшно важно что на многих сценах да важно что есть хорошие плохие области мы выкинем когда будем сопоставлять дескрипторы те которые не выкинулось выкинутся при их отфильтрует транзак да хорошие области останутся случайность используется в ранзаке как я говорил там мы выбираем случайные подмножество совпадений для построения трансформации между кадрами за счет за счет нее мельтешение нет нет здесь за счет нее могло быть мельтешение на в той демке где я отслеживал денежку но а здесь мельтешение просто за счет шумов маленькая освещенность сенсор камеры очень шумит если причем я здесь не использовал никакой предобработки то есть если даже может быть хотя бы тем же гаусяном подавить шум или попробовать взять и в два раза картинку отдаунскейлить потому что ну вряд ли там вот в масштабах одного-двух пикселей будут какие-то интересные для этого детектора фичи то картинка возможно будет значительно более устойчивой нет это массив микрофонов здесь 4 капсель на самом деле это камера от плейстейшн плейстейшн ай но это наверное самая дешевая и доступная камера которая умеет снимать 60 фпс в 64-м 480 и она плюс она не делает никакой дополнительной дурацкой постобработки как это любят делать веб-камеры которые и могут поток отдаваемый компьютеру попробовать там и поднять пройти с этим там аншарпом повысив усилив границы и попытаться какими-то своими методами подавить шум плохо его подавив здесь ничего этого нет она умеет отдавать даже сырую картинку с паттерн байера то есть то что называется раф в камерах цифровых вот ну ее сони используют для отслеживания контроллера playstation move светящийся шар и они ищут его на изображении и сапиксельной точностью оценивают его положение и размер чтобы определить его положение в трехмерном пространстве так и еще я покажу одно видео это даже два видео одно из видеороликов это как раз пример сопоставления изображений в реальном времени как раз демонстрация технологии дополненной реальности здесь они тоже внутри используют детектор сифт фу детектор фаст не знаю какие дескрипторы они используют но им вот как видите удалось достаточно хорошо решить задачу визуальной одометрии то есть по по картинке с камеры но камера у них калиброванная причем они ее достаточно тщательно калибруют по такой картинке они умеют оценивать перемещение камеры причем делать это в реальном времени да да это считается в реальном времени то есть в общем-то наверное интерес работы в том что все происходит в реальном времени потому что решать задачу такую в оффлайне умеют достаточно давно пакеты используемые в киноиндустрии там это называется match moving когда снимается какая-то реальная сцена движущейся камерой потом восстанавливается траектория камеры в трехмерном пространстве чтобы можно можно было рисовать в кадр там дерущихся трансформеров так чтобы они выглядели как будто они там и находились так а сейчас они по-моему покажут примеры да и еще один интересный момент работы этого их системы они предполагают ну насколько я помню что в кадре при инициализации присутствует какая-то плоскость они даже ее рисуют вот этой вот сеточкой дело в том что чтобы сопоставить два кадра в случае если они снимают произвольную трехмерную сцену нужно требуется 7 или 8 соответствий между этими кадрами вот и ранзак начинает достаточно плохо работать в таких условиях с маленькой вероятностью дает правильную модель вот а если в кадре присутствует плоскость то требуется всего 4 эндлайера вот кстати дрожание это такой пример когда не очень хорошо хорошо сработала система ну в шахматные цвета раскрашивают плоскость это стандартный калибровочный паттерн это такая штука которую реально легко в кадре алгоритмом найти но на самом деле у них эта плоскость может быть произвольная то есть главное чтобы был элемент с плоской текстурой вот сейчас они по-моему показывают опять будут показывать примеры где они лажают ну лажают из-за того что какое-то может быть движение в кадре или сопоставление фич не очень хорошее ну в целом в целом все-таки работает иногда хорошо да что да ну и реалтайм это реалтайм это конечно очень эффектно это работа тоже достаточно свежая по-моему это где-то 2008 год или а нет если это если ты используешь фаст то это уже после фаста но это все недавно вообще достаточно много таких прорывов было связанных с реалтайм детекторами в последние годы так сейчас и еще одно видео я покажу это пример широкомасштабного structure from motion по фотографиям из сети интернет то есть они взяли ввели во фликре слово ну вот сент-питерс базилика или у них там был проект роман и дэй когда они пытались восстановить центр Рима просто по фотографиям случайных пользователей которые были сняты с черт знает каких камер возможно черт знает как были кадрированы после этого вот и результаты у них очень эффектные то есть они ну в общем-то видите сами но это не совсем это не только сопоставление теми методами про которые я говорил то есть это не только выделение особых точек и сопоставление и реконструкция это еще и так называемая dance structure from motion когда мы зная трехмерную структуру сцены зная положение камер и зная положение каких-то отдельных особых точек пытаемся восстановить как можно более плотно все что между этими особыми точками тоже находится вот ну и результаты у них выглядит примерно так вообще облака это могут быть вполне просто аутлайеры это могут быть ложные совпадения чего-то с чем-то вот но в целом вот например этот клочок облаков это явно ну нет я подозреваю что это ошибка да вот в общем-то и все наверное на этом я закончу спасибо за внимание если кто-то еще что-то не спросил можно попробовать это сделать библиотеки значит ну в целом достаточно мощный фреймворк для выделения сопоставления точек есть в библиотеке OpenCV и есть еще библиотека под названием VXL ну как там называется VXL Vision Library найдешь по этому запросу вот потом вот здесь люди использовали для Structure from Motion для решения разреженной задачи Structure from Motion библиотеку под названием Bundler которая внутри себя реализует алгоритм минимизации Эрми Левенбергом акварта и которую использовала Microsoft на основе которой Microsoft разработала свой проект Photosynth потом вот сейчас я даже могу сказать слово ключевое по которым можно найти этот проект это слово Bundler и рядышком еще можно написать PVMS Practical MultiView Stereo как-то так то есть PVMS это библиотека которая восстанавливает плотное облакоточек Bundler это библиотека которая перед этим восстанавливает разреженную облакоточек в качестве дескрипторов для сопоставления снимков они использовали по-моему референс реализацию сифта предложенную по-моему автором ну или какой-нибудь из открытых дескриптов еще вопрос ну здесь как раз те самые индексы про которые я говорил как в деталях как они работают я не готов рассказывать но общая идея такая что мы нам пришло изображение мы строим дескрипторы для его точек и находим соответствующие им дескрипторы в нашей базе в нашем индексе потом смотрим на каком на каких изображениях лежат с какими изображениями было найдено как можно больше соответствий и уже пытаемся сопоставить только с этим подмножеством изображений более тщательно ну общая идея примерно такая